здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в бонусном уроке и в этом уроке я хочу вам показать плагин с помощью которого можно вывести всплывающее окно для вашего сайта где у вас будет располагаться какая-то ценная информация которая может зацепить ваших потенциальных клиентов это не просто всплывающее окно она срабатывает только тогда когда человек уходит с вашего сайта то есть смотрите вот как только мышка покидает область сайта и переходит вот на вкладку у нас всплывает окно то есть раньше она срабатывать не будет в этом как бы весь смысл сейчас я увожу мышь сайта только я навел мышь на вкладку то есть я даже не успел закрыть данную вкладку моментально срабатывает окно вот сейчас вы видите на экранах и в это окно можно ставить все что угодно текст картинки видео какие-нибудь скрипты и так далее то здесь все работает видео показывается экран затемняется также само окно можно оформить вы видите здесь я сделал желтую пунктирную рамку фон сделал красным это все настраивается и имеется крестик закрывается данное окно также это окно можно настроить чтобы она не выскакивал не постоянно если у вас человек например заходит часто на ваш сайт чтобы она не мозолил глаза можно сделать например ограничение раз в 30 дней чтобы окно появлялась в любом случае для каждого нового посетителя окно будет срабатывать сразу же то есть только если он зайдет второй раз на ваш сайт она будет работать через указанный вами лимит а дальше вы должны понимать что в это окно нужно вставлять что-то ценное что-то для покупателей также чтобы и вам было это выгодно например вы можете собирать базу подписчиков или вы хотите сказать о какой-то скидке любом случае такое окно она существует для того чтобы задержать посетителя на сайте ну и заодно можно и собрать например базу подписчиков то есть в данное окно можно вставить форму для того чтобы человек мог подписаться но опять же человек просто подписываться не будет за это ему нужно что-то ценное отдать если это цифровые продукты там например можно отдать какие-нибудь шаблоны да и так далее давайте перейдем на наш сайт и рассмотрим данное окно как это все работает как это устроено переходим в админку нашего сайта переходим расширение менеджер расширений чтобы это окно у нас получилось нам нужно установить специальный плагин переходим в дополнительные материалы в папку бонусы здесь будет такой плагин ultimate short code вообще этот плагин он много чего умеет но в данном уроке мы будем рассматривать именно всплывающее окно также устанавливается это все на наш сайт и у нас возникает ошибка скорее всего это связано с тем что стоят на хостинге ограничения весит плагин достаточно много почти 4 мегабайта давайте пойдем другим путем открываем файл zilla и соединяемся с нашим хостингом далее прокручиваем ниже находим папку tmp открываем данную папку давайте здесь создадим новую папку на компьютере можно как-нибудь назвать его например 1 и short code ultimate копируем нее здесь мы данный архив распаковываем из-за этой папки мы удаляем архив нажимаем назад и вот эту папочку мы с вами переносим вот сюда в пустое место и отпускаем мышь и нам нужно подождать когда все файлы плагина загрузится к нам на хостинг данную операцию можно отслеживать здесь вот ниже в программе и так файлы извлеклись у вас здесь будет написано список каталогов извлечен сворачиваем программу в админке нашего сайта переходим по ссылке установить из каталога и вот здесь вот в путь прописываем значит на английской раскладке клавиатуры под прописываем слэш и ставим единицу то есть это путь до папки где у нас уже распакован плагин и нажимаем на кнопку установить и у нас выскакивает сообщение что у нас плагин успешно установился далее мы сразу переходим на расширение менеджер модулей так как здесь у нас просто обычный модуль и в данном модуле размещен некий шорт код нажимаем создать и выбираем html код как-нибудь называем перевязка пункта меню можете выбрать на каких страницах вам нужно всплывающее окно я выберу на всех страницах и на вкладке основные параметры обрабатывать плагином включаем кнопку в положении да иначе у нас плагин работать не будет дальше позиция можно выбрать toolbar r например и прокручим ниже у нас с вами появился такая кнопочка вставить шорт код кликаем по ней и здесь много чего есть тут можно от галереи до карты сайта от всяких иконок анимации и так далее здесь много чего можно сделать но в данном уроке мы с вами будем разбирать всплывающее окно то есть вот она кликаем по данному элементу и здесь у нас есть ряд настроек цвет фона можно пока оставить белым цвет текста также здесь можно поменять и тут у нас по-русски написано внизу подсказочки можно сделать границу сейчас позже сделаем сделать радиус тень высота окна ширина окна наложение фона это у нас затемненный фон можно сделать чтобы вообще был другого цвета после какого дня вот здесь показано повторять окно то есть человек зашел на сайт ушел с сайта увидел всплывающее окно и следующий раз он увидит окно только через семь дней давайте поставим пока ноль пока мы тестируем дальше вот здесь можно разместить содержимое которое будет в данном окне но вы можете пока здесь ничего не писать мы это можем прямо в редакторе устроить здесь также есть предварительный просмотр но в данном случае мы не можем просмотреть нажимаем здесь кнопочка вставить short код и у нас получается вот такой вот код что мы делаем дальше мы вот этот текст удаляем и нажимаем enter и еще раз enter и вот между вот этими тегами любой контент будет у нас всплывающем окне можно сразу попробовать ставить какую-нибудь картиночку изображение и беру вот такую картинку можно даже даже и здесь не ужимать она у нас сама ужмется по размерам всплывающего окна давайте посмотрим нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу делаем попытку уйти с сайта и у нас вы видите всплывает окошечко с данной картинкой вот видите задний экран затемняется темным цветом само окно белого цвета давайте попробуем здесь внести какие-то изменения удаляем картинку также можете удалить вот так код идем обратно в short код всплывающий код еще есть особенность отличная данного плагин то что вы какие изменения смесли они у вас сохраняются и если вам нужно принудительно сделать шаблон настроек вот здесь такая зеленая кнопочка где вы можете навести на нее мышь и нажать сохранить текущие настройки как предустановки и здесь можно ограничено быть количество разных шаблонов потом при наведении вы можете выбирать нужный вам шаблон давайте начнем сверху цвет фона давайте выберем какой-нибудь вот такой цвет текста на таком тексте будет хорошо виден белый цвет букв выбираем белый цвет граница можно вести мыши его здесь вот в углу появляются стрелочки либо вот так управлять либо выделить и вписать с клавиатуры границу размер границы до 20 пикселей например и выбрать сплошная без границы пунктирная давайте возьмем пунктирная цвет границы также можно здесь выбрать радиус можно выбрать или внизу вот здесь вот сразу кликнуть например по заготовкам 3 пикселя 10 пиксель 25 клику по 10 и выставляется 10 пикселей радиус тень можно выставить поставим тут 10 можно просто удерживать стрелку и тогда у нас тут бегут пиксели и поставить размытие и соответственно цвет самой вот этой тени значит высота блока делаем например 500 ширина 600 и наложение фона в принципе можно посмотреть например какой-нибудь такое также здесь вот эти вот есть элементы можете прочитать ознакомиться так и нажимаем вставить шорткод далее когда мы выбрали параметры мы видим здесь у нас есть такой некий шорткод нам не обязательно каждый раз заходить вот на эту кнопку вставить шорткод для редактирования некоторые параметры мы можем редактировать прямо отсюда цвет а там например радиус размер вот высота блока 500 мы задали 600 ширина далее мы опять делаем такую процедуру мы удаляем текст два раза enter и любой текст между этими строками будет отображаться всплывающем окне вот так вот все просто давайте возьмем какой-нибудь произвольный текст и вставим вот здесь также с текстом можно работать отсюда прямо в редакторе например сделать его жирным или задать другой шрифт или придать какой-то более крупный размер давайте сохранимся обновимся и посмотрим что у нас получается пытаюсь уйти с сайта и вы видите у нас всплывает окно сзади все у нас затемнилось розовым цветом все у нас получается да картинки текст вставлять в это окно вы уже можете также можете поработать с тенью чтобы сделать ее более мягкой так теперь смотрите вы копируете текст и все здесь удаляете все 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 опять идем вставить шорткод идем всплывающее окно этот текст вы можете сразу вставить вот здесь который вы хотите разместить и у нас вот здесь вот нам например нужно чтобы был серый если мы хотим вернуть переначальное положение мы здесь просто все удаляем и ничего не ставим и нажимаем вставить сохранить обновляемся пытаемся уйти и видим у нас сзади просто затемная затемняется экран а дальше как например вставить еще и видео я сейчас вот так вот сделаю чтобы у нас было все по пунктам текст верну шрифт и придам размер чуть более большие буквы и чтобы вставить видео можно также воспользоваться шорткодом мы можем просто перейти значит смотрите мы ставим курсор чтобы мигал ниже текста и мы можем разместить как бы шорткод внутри другого шорткода для этого мы идем в youtube например мы хотим вставить ролик с ютуба канала копируем просто ссылку на ролик идем шорткоды прокручиваем в самый низ и в самом нижнем правом углу есть такой youtube видео про кликом сюда ссылка вставляем здесь ссылку и и тут в принципе все по-русски можно даже ничего не трогать у нас будет работать или просто пройдите почитайте здесь можно все настроить и нажимаем внизу вставить шорткод и у нас получается шорткод в шорткоде только нам нужно выделить этот текст и вот здесь вот формат очистить форматирование чтобы на данную ссылку у нас не применялись какие-то данные которые относятся именно к тексту да то есть это размер букв и шрифт давайте посмотрим сохранимся обновимся на сайте пытаюсь закрыть страницу и у нас с вами сразу всплывает окно и тут же начинает играть видео но мы видим что видео уходит за края нам не хватает высоты от этого блока всплывающего поэтому можем прямо отсюда найти вот это значение 500 да вот это значит высота и попробовать здесь поставить 600 сохранимся обновляемся пытаемся закрыть страницу и вы видите что у нас все получается да у нас первое видео не вылазит за края вот таким образом мы можем оформить всплывающее окно которое срабатывает только тогда когда человек пытается уйти с сайта это последнее время очень популярная фишка но опять же нужно как бы использовать данную фишку с умом чтобы этим окном не отпугнуть покупателя а наоборот задержать на сайте также смотрите у нас сейчас если мы закроем и попытаемся закрыть страницу она будет выскакивать каждый раз вот вы сейчас видите да сразу же здесь в коде вот последняя строчка д дни стоит ноль можете поставить даже один день то есть через один день это окно будет повторяться снова но лучше здесь поставить например 30 дней как я уже говорил зачем это нужно да то есть один раз в 30 дней для одного человека будет показано данное окно нажимаем сохранить сейчас просто проверим работает ли эта фишка то есть я пытаюсь обновить сейчас страницу пытаюсь закрыть страницу всплывает окно я закрываю пытаюсь опять закрыть страницу то есть я просто ввожу мышь вот вы сейчас видите с сайта и ничего у нас не всплывает то есть это все у нас работает один раз для человека появилось данное окно и вот я могу прям закрыть страницу да это у меня сейчас открыта демонстрация другого сайта вы видели да что у нас окно всплыло только один раз вот я еще раз его загружаю пытаюсь мышкой уйти с сайта и у нас окно не всплывает у нас все с вами работает на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем и и и и и